Здравствуйте! Это Олга Караджаер. Я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного сыроедческого соуса. Или сыроедческого кетчупа, по-другому можно назвать. Он намного вкуснее, чем магазинный, по моему мнению. А главное, намного полезнее, чем магазинный. Состоит из абсолютно натуральных ингредиентов. Для этого я использую сушеные помидорки. Они придают соусу очень ароматный, насыщенный вкус. Далее я буду использовать вот такие помидорки. Они довольно-таки вкусные. Если заменить их помидорками черри или добавить к ним, будет, конечно же, намного вкуснее. В магазинчике Здорового Питания я купила вот такую вот очень вкусную томатную пасту. Она намного вкуснее и натуральнее, чем из магазина. Так, еще я буду использовать гранатовый соус. Это вот такая вытяжка из гранатового сока, концентрат. Также оливковое масло холодного отжима. У меня есть еще вот такая вот универсальная приправа. В ней очень много приправ содержится, таких как черный перец, тмин, чеснок сушеный есть, порошок красного сладкого перца, затем куркума, сушеный имбирь, карри, кориандр. Очень хорошая приправа, немножко островатая, поэтому я ее много не добавляю. Отдельно, если я хочу больше, чтобы был вкус кориандра, я отдельно насыпаю кориандр. Самое главное, по моему мнению, в этом соусе это молотая гвоздика. Она придает основной вкус. Без нее все-таки соус кетчуп теряет вкус. Отдельно, конечно же, для придания цвета и полезности тоже, можно положить куркуму. Еще у меня есть порошок сладкого болгарского перца. Его можно тоже чуть-чуть добавить. Будет тоже, придаст цвет красивый, конечно же. Вот, в принципе, конечно же, ингредиентов много, поэтому можно какие-то ингредиенты убрать, какие-то добавить, в зависимости от наличия у вас ингредиентов. Еще я натру немножечко мускатного ореха. Гранатовый соус можно, допустим, заменить лимонным соком. Если нет свежего имбиря, можно использовать сушеный имбирь. Свежий имбирь все-таки, конечно, вкус изменяет, вкуснее становится. Итак, теперь мне нужно вот эти вот сушеные помидорки сейчас нарезать напополам и немножко замочить водой на 15-20 минут, чтобы они стали мягче и смогли перемолоться в блендере. Помидорки я сначала промыла, потом залила совсем немного водичкой. Чуть-чуть, лишь бы только прикрывала помидорки. Много воды не нужно, иначе соус потом будет слишком водянистый. Но время времени, в течение 20 минут, их нужно будет переворачивать, чтобы они равномерно все размокли. Пока они набухают и становятся мягче, я нарезаю помидорки и отправляю в блендер. Столовую ложку томатной пасты. Лимонный сок в данном случае может играть роль консерванта. С ним все-таки соус простоит дольше. Поэтому выжимаю его. По вкусу можно будет потом его добавить. Теперь у меня уже довольно-таки стали мягкими помидорки. Их видно, они довольно-таки размякли. Их тоже добавляю в блендер. Натерла немного мускатного ореха. Добавляю сюда же. Далее добавляю немножко куркумы. Морская соль. Немножко моей универсальной приправы. Гвоздика. Красный молотый болгарский перец. Осталось немного оливкового масла добавить. И гранатовый соус. Далее осталось все это прокрутить хорошенько на очень высокой скорости. Гвозд Сейчас я все перемолола, попробовала. Вкус у меня получился довольно-таки пряный, чуть-чуть островатый. Поэтому я добавила еще несколько помидорок и еще раз перемолола. Поэтому сначала изначально добавляйте немного специй. Потом можно будет добавить, чтобы сразу не был островатый вкус. Теперь я укладываю в соусницу. Кладу в соусницу. И осталось только немножечко украсить. Сверху мы любим присыпать или кунжутом, или кедровыми орешками. И вот таким кунжутом белым. И украсить зеленью, допустим. Вот таким образом, примерно. Сыроедческий или почти сыроедческий соус готов. Спасибо за внимание.